Крым, Россия навсегда! Несмотря на то, что сегодня официально рабочий день в Крыму, вы видите, как сейчас выглядит центр Симферополя. Сотни людей, отпросившись с работы, с учёбы пришли, чтобы принять участие в торжественном митинге, посвящённом третьей годовщине крымского референдума. Праздничные шествия по центральным улицам Симферополя растянулось больше, чем на километр. Памятники народному ополчению и вежливым людям, обеспечившим крымчанам свободное волеизъявление весной 2014-го. Сегодня утопают в цветах, флажках и лентах. Крымская весна – это праздник, который мы желали всем сердцем, всей душой. И мы сегодня в России великой. Это наш праздник, родной, выстраданный. Поэтому мы сегодня все здесь. Мы в России большой, великой. Спасибо Владимиру Владимировичу Путину, народу России за поддержку, за наше большое счастье, земляное небо над головой. С праздником всех! Парни и девушки в национальных костюмах 175 народов, мирно проживающих на полуострове. Следом за оркестром несут огромные триколоры – флаги России и Крыма. Вы вернулись домой! Да, наконец-то возвращение в долгожданную Россию. Мы наконец-то вместе, все вместе. Радуемся. Праздник действительно у людей наступил, наконец-то праздник, которого так долго ждали. Цветущие ветви миндаля, оставшие символом крымской весны, раздают всем желающим. День Крымского референдума, третья годовщина. Что для Крыма значит? Я считаю, что это самое лучшее событие, которое могло произойти с нами. Я до сих пор, когда играет гимн России, и звучат вот такие песни, типа, как вот сейчас, да, Севастополе, я до сих пор плачу, от счастья плачу. Что творилось на участках, расскажите? Как сегодня! Такое же! Не было мест свободных, чтобы пройти и проголосовать. Было круто. В день референдума очереди на избирательных участках начинались еще до их открытия. Серпнин Попович, тогда в составе группы международных наблюдателей, прибывших на полуостров, из 23 стран следил за ходом голосования. Спустя три года, по его словам, российский Крым заметно преобразился, а его жители еще больше укрепились в правильности своего выбора. Что было очень удивительно, народ пошел. С самого утра люди пришли с улыбками. Я смотрел на пенсионеров, на людей коляска, молодежи видел много. Вот увидел действительно в их глазах желание, чтобы им стало лучше. А почему тогда ваши коллеги и европейцы, которые также были наблюдателями, не видели этого искреннего желания? Видели и они. И личных разговоров, как раз ваши коллеги и журналисты, европейские, из Америки, с которыми я разговаривал с 16-го, личных разговоров все подтверждали. Да, это искренне народ хочет присоединиться к России. И никто не сомневался в результатах референдума. Но давление со стороны политики огромнейшее. Люди боятся высказываться. Абсолютное большинство, почти 97% жителей Крыма и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. Переворот в Киеве и угрозы захвативших власть на Украине националистов. Отправить на полуостров так называемые поезда дружбы с вооруженными боевиками другого выбора крымчанам не оставили. Крым был спасен, если называть вещи своими венами. Именно в Крыму должны были быть основные провокации. Сталкиваются лбами крымско-татарское и русское население. Начались боепровокации по вытеснению базы Черноморского флота. То есть в Крыму должна была начаться война, резня. Должны были пролиться реки крови. Именно это в планах неонацистов с Майдана и стояло. То, что мы опередили их действия, на самом деле спасло большое количество жизней. И спасло Крым как таковой. И вот это, на мой взгляд, один из главных итогов, которые надо все время помнить. А уже через два дня после референдума в Кремле был подписан исторический договор о включении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации, произошедшей весной 2014-го. Первые лица республики, возглавившие ее в переломный момент, назвали важнейшим событием для крымчан. Эти три года были, наверное, самыми счастливыми, самыми лучшими в нашей жизни, поскольку мы вернулись на историческую родину. Вернулись, конечно, прежде всего, благодаря мужеству крымчан, благодаря поддержке всей России, благодаря тому, что наш президент лично руководил этим процессом и обеспечивал безопасность во время проведения референдума. То, что мы завоевали, то, что мы прошли, это ценности, которые будут оставаться в веках, оставаться примером для наших детей, для наших внуков. Хроника крымской весны. Как встречали из Киева раненых бойцов Беркута. Голосовали с детьми на руках, ликовали на площадях. В парламенте республики открылась фотовыставка, посвященная событиям трехлетней давности, а в Севастополе на площади Нахимова, где 23 февраля 2014-го впервые прошел народный митинг, с которого и началось возвращение в Россию. Вечером провели массовый флешмоб. Сотни человек выстроились в один огромный российский флаг. Виталий Каченко, Юрий Ламзин, Алена Евтикова и Павел Силин. Первый канал. Крым. Севастополь.